Вы все уже проделали большой путь. Вы все уже прошли отбор в своих образовательных учреждениях. И здесь, в нашем зале, сегодня уже все победители, лучшие из лучших. Конкурс исполнителей инструменталистов «Музыкальная мозаика» проходит в рамках фестиваля «Ступени» уже пятый год подряд. Каждый раз это гармония звуков и калейдоскоп детских талантов на одной сцене. «Музыкальная мозаика» – это самые интеллигентные, самые культурные, воспитанные конкурсы. Потому что музыканты – это какое-то… Я считаю, что выше этого нет ничего. Танцевать умеют все, петь умеют все. А вот играть на музыкальном инструменте – это избранные люди. В этот раз на сцене Одинцовского центра эстетического воспитания заявлено 46 конкурсных номеров от 20 образовательных учреждений округа. Ребята из лицея-интерната «Подмосковный» принимают участие каждый год и без приза почти никогда не остаются. В этот раз школу представляют тромбонист Степан Васильев и джазовый ансамбль «Диксилент». На конкурсе «Музыкальная мозаика» ребята могут не только показать свои таланты, но и увидеть мастерство других участников, отмечают педагоги. Это возможность детям выступить, возможность показать себя, посмотреть, главное посмотреть, какое состояние музыкальной подготовленности именно в нашем районе детей. Всегда очень хорошо организовано, хорошая жюри профессиональная, очень добрая такая атмосфера. Поэтому мы с удовольствием сюда приезжаем, уже лет пять, наверное, и даст Бог, будем приезжать еще. Тимофей Попов в Центре эстетического воспитания уже несколько лет занимается по классу гитара. Музыкой подросток увлечен всерьез, и участие в подобных конкурсах для него настоящее отдушина. Мне очень нравится участвовать в разных конкурсах. Я постоянно дома усердно играю на гитаре. Мне очень устраивает то, что такие конкурсы проводят. Я хочу одержать победу. Семиклассницы Екатерина и Александра представляют школу имени Инессы Светловой. На конкурс они приехали с номером по мотивам произведения Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». К выступлению девочки готовились несколько месяцев. Мы занимались сами, в основном, ну, чаще всего мы сами, нам выделяли классы, мы сами занимались. Вот. «Ромео и Джульетта» взяли, ну, не знаю, просто стих, который подходил как раз под произведение. Вот мы и стих, и произведение играем. Инструментальные выступления оценивались компетентами жюри в двух номинациях – соло и ансамбль. Главные критерии отбора – выразительность, оригинальность и виртуозность исполнения. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова